Молодежные идеи развития Карачаева Черкесской Республики. Под таким названием был представлен проект, получивший поддержку фонда президентских грантов. Он стал лучшим за всю историю участия нашей республики в этом конкурсе. В чем его основная концепция, на кого он ориентирован и какой результат сможет получить каждый участник? Поговорим с гостями сегодняшней передачи. Здравствуйте, в эфире телеканал Архиз 24 «Свое дело». В гостях сегодняшней программы автор и руководитель проекта «Молодежные идеи. Развитие Карачаева Черкесской Республики» Ибрагим Татаркулов. Здравствуйте, Ибрагим. Здравствуйте, Надина. Итак, проект «Мир КЧР». Более подробно, что за проект, общая концепция и в чем его уникальность, собственно говоря. Ну, в первую очередь, хотелось бы начать с того, что данный проект на сегодняшний день имеет важную социальную значимость для Карачаева Черкесской Республики ввиду следующих обстоятельств. Первое, на сегодняшний день как на федеральном, на окружном, так и на региональном уровне уделяется серьезное внимание проектному подходу и в бизнесе, и в профессиональной деятельности, и в социальной работе, в том числе и в благотворительных проектах. Как раз-таки цель, можно даже сказать, эмиссия, правильно я буду сказать, применить именно данную формулировку, заключается в том, чтобы повысить уровень проектной активности, повысить уровень качества проектов, которые на сегодняшний день находятся также на достаточно качественном уровне. Но, как говорится, совершенству нет пределов. Будем работать, будем развивать это направление деятельности ввиду того, что наш субъект, он имеет свои уникальные особенности, уникальные конкурентные преимущества, которые каждый из нас должен стараться раскрывать именно в своей части. И повышение уровня проектной активности, повышение уровня компетенции и компетентности в сфере проектного менеджмента окажет и на сегодняшний день и стратегически положительное воздействие на социально-экономическое развитие Карачаева-Черкесской республики. Значит, каким образом все это будет сделано, каким образом реализовано, значит, будет несколько этапов. Первый этап – это, конечно же, организация и проведение информационной кампании, которая направлена на повышение уровня информированности населения Карачаева-Черкесской республики, и в первую очередь молодежи, о том, что на территории планируется реализация данного проекта. Соответственно, после того, как реализована информационная кампания, начинается реализация образовательной программы, которая как раз-таки, как я и говорил, делает упор на повышение уровня компетенции и компетентности. Это на сегодняшний день на федеральном уровне, на уровне Министерства образования Российской Федерации относится к категории данной направления надпрофессиональных навыков. Больше это нам, скажем так, в массах знакомо, как soft skills, мягкие навыки, которые, в свою очередь, помогают каждому оказывать содействие в успешной самореализации, в профессиональной, предпринимательской и социальной деятельности. Значит, после того, как будет реализована образовательная программа, соответственно, будет еще и форумная кампания, которая включает в себя организацию проведения двух форумов с общим количеством участников свыше 150 человек. Как раз-таки вот это будет то ядро, тот базис, который будет служить основанием для обеспечения синергетического эффекта, результатом которого, как я говорил ранее, будет являться повышение уровня проектной активности, компетенции и компетентности молодежи в проектной деятельности, в проектном менеджменте. Еврагим, немного о подготовке проекта, о его написании, с кем и как, и как родилась идея, скажем так. Мне следует сказать о том, что идея, она зародилась еще в 2018 году, где-то в середине прошлого года, совместно с экспертами из других субъектов, совместно с федеральным экспертом Дарьей Эльбертовой Зинковской. Мы организовывали и проводили ряд мероприятий и в Карачаево-Черкесской республике, и в других субъектах, направленные как раз-таки на повышение уровня профессионализма молодежи в проектной деятельности. И в результате приняли тогда для себя решение, что было бы актуальным, важным реализовать подобный проект в Карачаево-Черкесии. Хотя следует обратить внимание на то, что, например, за последние три года в Карачаево-Черкесской республике количество грантополучателей из числа молодежи Карачаево-Черкесии выросло в четыре раза. То есть 400% серьезный прирост. Для того, чтобы продолжать обеспечивать данный прирост, необходимо обеспечивать дополнительный толчок, дополнительную силу приложить для того, чтобы это, в свою очередь, оказало положительное воздействие. На сегодняшний день качественная работа проводится Министерством туризма, и непосредственно при его поддержке реализуется данный проект. Следует отметить, что автор проекта, авторами проекта являемся Дарья Зинковская и я. Дарья обладает достаточно успешным опытом. Это как Гарри за бенчмаркинг, перенятие практик успешных. Да, обладает успешным опытом организации, реализации нескольких проектов федерального и международного уровня, которые получали гранты при поддержке фонда президентских грантов. Реализовывался ряд ее проектов. При поддержке Министерства иностранных дел реализовывался ряд проектов. И, безусловно, подобные практики для нас, для Карачаева-Черкесии, являются полезными, для нас они являются необходимыми для того, чтобы мы со своей стороны продолжали развиваться, продолжали показывать ту динамику развития, которая на сегодняшний день, благодаря усилиям Министерства туризма, достигнута. Что касаемо команды проекта, следует обратить внимание на тот факт, что она состоит из профессионалов своей сфер деятельности, которых следует отнести к категории топов не только на уровне Карачаева-Черкесии, но и на уровне округа и России. Например, куратором направления бизнес-проектирования является Наурус Ильянович Байрамкулов, который вошел по итогам главного конкурса России в сфере экономики экономист года 2016 год в топ-3 лучших экономистов нашей страны. Это самое лучшее достижение в истории нашей республики в этом направлении деятельности. Следует помимо обратить внимание на тот факт, что это тот молодой человек, профессионал, который знаком с успешными практиками благодаря обучению, в том числе и в Оксфордском университете, с лучшими практиками не только России, но и всего мира. Те, которые относятся к категории передовых, те, которые относятся к категории наиболее эффективных. Также помимо этого следует обратить внимание на тот факт, что тот уровень компетенции, который у него есть, тот уровень профессионализма, который у него находится на достаточно высоком уровне, помогает уже на сегодняшний день ему вносить весомый вклад в рамках своей деятельности под руководством Альни Азбича Тамбиева, в акционерном обществе корпорации Россия Карачаева Черкесской Республики, реализовывать крупные инвестиционные проекты, общая стоимость которых превышает 1 миллиард рублей. Что помимо бизнес-направления, да, социальное? Бизнес-направления есть социальное направление. В этом направлении у нас Азрит Али Мустафаевич Аджиев, который также в свою очередь является носителем успешных практик реализации проектов и фонда президентских грантов, это Администрация президента России и Федерального агентства по делам молодежи, также и иных социальных практик на уровне Карачаева Черкесии, Северкасского федерального округа. Следует в общем и целом отметить, что та команда, которая на сегодняшний день сформировалась в рамках данного проекта, она обладает большим потенциалом с точки зрения эффективности реализации данного проекта. А по итогам мы, наверное, для себя сопоставим. Каждый из нас прогнозные и фактические показатели, получилось ли достигнуть тех результатов, которые планировалось, или же по тем или иным обстоятельствам не достигли поставленной цели. А что будет главным индикатором, скажем так, эффективности программы? Повышение, привлечение дополнительных инвестиций в субъект. Это и бюджетный, и вне бюджета. То есть реально реализованный проект, скажем так, да? Конечно, это основной показатель. Делать, ну, строить, например, перед собой какие-либо иллюзии о том, что прошло обучение вот столько-то человек, это оно, показатель именно реализации самой образовательной программы. Если мы говорим об эффективности реализации проекта и говорим о количественных показателях, то это, конечно же, количество успешно реализованных практик. Что касается ожиданий, как вы думаете, какие проекты будут представляться? И большинство людей все-таки будут, скажем так, новички этого дела или уже немного опытные? Как вы думаете? Если говорить о проектах, которые, по моему мнению, будут представлены, то их следует разделить на две основные группы. Это социальные и бизнес-проекты. Социальные проекты, это, понятно, те, которые направлены на решение какой-либо актуальной на сегодняшний день проблемы или той проблемы, которая спустя определенное количество времени будет актуальной. И второе, это бизнес-проекты, которые направлены на инициацию и реализацию тех или иных предпринимательских инициатив, в первую очередь, молодежи Карачао-Черкесской республики, которые обладают соответствующим уровнем талантов и задатков для успешной реализации огромного количества проектов. Если говорить о том... Большая часть, на ваш взгляд, вы непосредственно с проектами часто сталкиваетесь и вообще помогаете молодежи, готовятся на различные формы. На ваш взгляд, все-таки будет больше социальных или бизнес-проектов? Ну, если постараться сказать так, дать какую-то оценку, то, скорее всего, соотношение будет 70 на 30-70 процентов. Это будут социальные проекты, 30 процентов будут бизнес-проекты. Это, я говорю, отталкиваясь от опыта федерального и регионального эксперта на тех или иных площадках Федерального агентства по делам молодежи, также, помимо этого, и региональных, и окружных органов исполнительной власти в сфере молодежной политики, в основном такое соотношение имеет место быть для не только Карачаева-Черкесии, но и в общем и целом Северказского федерального округа и России. Ну и самый главный вопрос, почему, на ваш взгляд, молодые люди должны принять участие в этом проекте? Ну, я скажу так, если вы хотите преуспеть, то необходимо принять участие, быть участником данного проекта. Что ж, Ибрагим, спасибо вам большое за то, что пришли к нам в гости. Спасибо вам. Мы желаем успехов вам и вашему проекту. Спасибо. Я напоминаю нашим телезрителям, что гостем сегодняшней программы был руководитель и автор проекта «Молодежные идеи. Развитие Карачаева-Черкесской республики» Ибрагим Татаркула. Название фирмы «Нокия» происходит от одноименного города. В свою очередь город назван так в честь реки Нокиан-Вирта, протекающей через него. Несмотря на то, что в последний раз Майкл Джордан играл на баскетбольной площадке еще в 2003 году, Найт продолжает ежегодно выплачивать ему около 60 миллионов долларов дохода. Это делает историю Джордан самым прибыльным рекламным контрактом между спортсменом и компанией, выпускающей обувь за всю историю. Гость сегодняшнего выпуска – руководитель образовательной программы и автор проекта «Молодежные идеи. Развитие Карачаева-Черкесской республики» Дарья Зинковская. Здравствуй, Даша. Добрый день, Даша. Ты у нас в гостях уже не в первый раз. Приятно, приятно бы слово у вас. И, соответственно, по новому поводу. В частности, проект «Молодежные идеи. Развитие КЧР». Вот расскажи, пожалуйста, как автор проекта, в чем его суть, на кого он направлен и как сложно было его вообще, в принципе, создавать. Ну, вообще, если кратко назвать, мы когда думали о проекте, мы придумали сразу и краткое название «Мир КЧР». И причем сразу подумали, чтобы такого хэштега не было, что если бы молодые люди заходили по хэштегу в Инстаграм «Мир КЧР», увидели сразу именно наш проект. То есть вообще сам проект «Мир КЧР» направлен на формирование у молодежи проектного мышления в сфере социального проектирования, бизнес-проектирования, публичной защиты своих идей. Вообще, мы планируем в рамках проекта создание именно системного подхода к формированию проектного мышления. Потому что мы знаем, что не только в Карачаево-Черкесской республике, вообще в принципе, в целом по стране, как такового именно проектного мышления еще не развито. Хотя для молодежи нашей страны, в частности, для молодежи Кавказа, есть очень много уникальных возможностей, когда они могут подавать свои социальные идеи для развития региона на грантовые конкурсы, свои бизнес-идеи на поддержку, инвестиции. Но они часто зачастую не пользуются этими шансами, потому что либо считают, что их идея не настолько достойна, может быть, они просто считают, что они не могут грамотно ее упаковать именно в проект. А может, и не знают, куда вообще, в принципе. Да, вообще, куда. Хотя наш Кавказ уникален тем, что именно для молодежи Кавказа, помимо того, что есть различные федеральные грантовые средства, тут же Росмолодежь, фон Горчакова, фон Президентский грантов, помимо этого, ежегодно у нас есть форум МАШУК, на который выделяется определенная сумма денег для реализации социальных идей, социальных инициатив. Вот в прошлом году эта сумма составила 83,8 миллиона рублей. Солидно. Именно почему нашему Кавказу очень часто молодежь завидует других регионов, потому что именно у нас такая есть возможность. И не пользоваться этим, ну, это очень обидно, когда мы не пользуемся в достаточной мере. Что касательно самого проекта, он, понятно, направлен на наш регион. Ты, помимо того, что автор этого проекта, к тому же еще и руководитель образовательной программы. Это важная часть любого, в принципе, такого проекта. Вот расскажи, что ждет участников. И, кстати, кто эти участники? Уже определены они? Мы, когда думали о проекте, мы думали, помимо того, что обучить молодежь именно написанию социальных проектов и бизнес-проектов, у нас есть две сферы, да, то есть социальная деятельность и бизнес-планирование. Помимо этого мы хотим внедрить систему наставничества. То есть для начала, в первый этап проекта мы будем отбирать уже молодых активистов, лидеров региона, у которых есть опыт написания, создания социальных проектов, опыт, может быть, какой-то предпринимательской деятельности, и чтобы эти молодые активисты Карачаева-Черкесии стали молодыми наставниками, чтобы они могли делиться своим опытом, рассказывать, как они этого достигали, как они реализовали, чтобы не только мы, допустим, команда проекта этим занимали, чтобы были молодые наставники региона. То есть для начала, вот сейчас месяц-два мы формируем программу, как мы будем их отбирать и как мы будем в дальнейшем их обучать, потому что не каждый способен именно на наставнической работе. То есть это определенные компетенции должны быть, и мы помимо того, что будем отбирать ребят, которые смогут это делать, также будет первый форум, будет называться «Можешь научи». Это, скорее всего, будет проходить в октябре месяце, где будет 50 активных лидеров, молодых лидеров Карачаева-Черкесии будут обучаться именно наставнической деятельности. После этого форума дальше эти ребята начнут уже работать с остальной молодежью региона. То есть это многоэтапный такой процесс, да? То есть этот проект будет длиться год, и почему говорю, что повторяю, что мы направлены именно на системную работу, на внедрение проектного подхода. Не просто провести тренинг, да, то есть провели тренинг, а дальше делайте, что хотите. Мы хотим именно внедрить наставничество. Плюс помимо того, что нужно молодежь научить писать эти проекты, нужно их научить публично защищать их. Потому что если мы говорим про форум «Машук», помимо того, что мы должны хорошо написать проект, мы должны уметь презентовать и себя, и проект. Потому что от презентации очень многое зависит. То же самое, если мы говорим про бизнес-идеи, если вы ищете инвестора, и вы не можете презентовать ни себя, ни проект, то толку от того, что у вас замечательная идея. Поэтому мы направлены на несколько именно сфер в рамках данного проекта. Когда мы отберем тьютором, дальше последует полугодовая работа онлайн и офлайн консультативных площадок. То есть ребята могут, ребята, которые хотят подать свою идею на какой-то грантовый конкурс, или вообще хотят начинать заниматься общественной деятельностью или предпринимательской деятельностью, могут получить консультацию. Как в онлайн-режиме, в соцсетях, в отдельных группах проекта, или, допустим, написать членам команды проекта. Точно так же будет работать офис, куда также ребята могут прийти и уже получать, можно сказать так, в оффлайн-режиме, получить консультацию по своим идеям. После этого также состоятся образовательные площадки, мастер-классы, тренинги по соцпроектам, по бизнес-проектам, по публичным выступлениям. И будут отобраны еще минимум 100 человек, которые примут участие уже следующей весной в другом форуме, где мы будем именно обучать. Уже там будет форум для 100 человек, которые пройдут вот эти образовательные программы. И, конечно же, вот помимо того, что именно написание, но еще и публичной защите. То есть будет несколько крупных мероприятий. И вообще итоговым мероприятием данного проекта, это уже следующим летом, станет ярмарк достижений. То есть где ребята, да, они смогут защитить. То есть чтобы они не просто научились писать проекты, а чтобы они имели возможность защитить, презентовать различным представителях госструктуры, правительства, бизнес-структурам, презентовать свои идеи. И помимо того, что один из факторов движущих, это образовательный процесс у молодежи, помимо этого у нас будет движущим фактором именно стимул к развитию и соревновательный фактор. Потому что мы уже заранее, когда писали проекты, договорились о том, что лучшие проекты, презентованные на ярмарке достижений, получат грантовую поддержку. То есть будет результат реальный. То есть человек не просто научиться сможет, но еще и действительно воплотить, скажем так же. И получат в виде гранта от региона на реализацию своей идеи. И возможно другие проекты получат какую-то ресурсовую поддержку. Чтобы они уже реализовали. Не просто научились как это делать, а реально получили помощь к внедрению своих идей. Ребята, которые будут участвовать, это только Карачаево-Черкесия? Какой возраст и, соответственно, когда они уже могут подавать, скажем так, заявку? В заявке мы писали, что это могут быть школьники-старшеклассники. Потому что мы знаем, на Росмолодежь можно подавать заявку с 14 лет. Поэтому будет немножко неправильно обучать только с 18. Потому что у них есть возможность. Помимо этого студенты, активисты, представители молодежных общественных организаций, каких-то некоммерческих организаций. То есть сейчас вот в июле-августе мы будем заниматься именно образовательной программой. И также состоятся минимум 5 выездных мастер-классов. Где мы будем уже выбирать молодых ребят, у которых есть хотя бы небольшой опыт. В социальной сфере или предпринимательской. То есть сейчас мы будем выбирать тьютеров, которые станут, можно так сказать, основой, костяком нашей команды проекта, которые дальше будут уже обучать молодежь. То есть в первую очередь сейчас мы нацелены на это, на отбор участников для октябрьского мероприятия. Вот форума «Можешь научи». Так, помимо того, что человек может получить там реально какие-то знания еще и реализовать, в дальнейшем после, ну скажем так, ярмарки есть какие-то планы уже по проекту? Ну, во-первых, когда мы их будем к следующему лету обучать, да, именно системе написания проектов и публичной защиты, мы их подготовим также к форумной кампании. Плюс, помимо этого, мы хотим показать… Другим, короче говоря, да? Да, другим. То есть помимо того, что будет поддержка от региона, победителям, помимо этого, и как мы говорили, да, наставническая деятельность, помощь в… Не только как подать заявку, но и как потом реализовать. Потому что очень часто, когда молодежь только пробует поддаваться на различные грантовые возможности, они считают, что очень сложно получить грант. Но ребята, которые уже получили гранты, не понимают, что, вы знаете, порой сложнее реализовать все так, как написано, да, потому что возникают какие-то подводные камни, и потом вообще отчитаться, да, то есть помимо этого будет сопровождение, дальше ребят, как… Все пост, скажем так, да. Да, после этого делать. И плюс вообще цель нашего проекта, можно так сказать глобальной, именно создание такой системной работы. Не просто провести проект благодаря поддержке региональных органов власти и фонда президентских грантов, но и вообще создать систему, которая дальше будет работать. То есть мы же не говорим нашим тьюторам, которые станут молодыми наставниками в регионе, что вот вы знаете, вот 1 июля у нас заканчивается проект, все. До свидания. Закрыли свои соцсети, да, удалили все контакты, больше не отвечаем, никому не помогаем, потому что это же будет целая система. Что касательно региональной поддержки, не раз об этом сказали. В чем она будет заключаться и кто будет поддерживать? Только ли это правительство или может быть местные инвесторы, кто эти люди? Ну, во-первых, когда мы подавали заявку на грант, когда мы подаем, мы должны показать помощь региона. Потому что если мы замахнулись на региональный проект, не только в Черкесске, он будет проводиться во всех районах Карачаева-Черкесии. То есть если мы говорим, допустим, про тренинговую работу по соцпроектам, она будет минимум 8 часов мастер-класс доходить до 16 часов. То есть и в 10 районах Карачаева-Черкесии. Если мы это планируем делать без поддержки региона, то вряд ли мы сможем, допустим, прийти в ту же школу и провести мастер-класс. В первую очередь мы поговорили с Министерством туризма, курортов и молодежной политики Карачаева-Черкесской республики. Потому что, опять же, без этой поддержки нам не то, что не дадут, но нам будет гораздо сложнее реализовывать. Также с правительством Карачаева-Черкесии, вплоть до того, что необходимо было получить поддержку и, можно сказать, разрешение главы Карачаева-Черкесии, чтобы мы могли это создавать. Тем более, когда мы говорили, когда мы писали заявку на фонд президентских грантов, мы там уже указывали, что лучшие проекты будут реализованы. Ну, пока не буду говорить, на какую сумму, да, то есть гранты будут. Но там мы уже в заявке писали. То есть мы бы не могли с уверенностью это сказать, если бы, опять же, не получили доказательства об этом. А частные есть какие-то инвестиции или вот люди, которые просто бы хотели бы выступить? Мы очень надеемся, что благодаря вашей передаче они появятся, потому что ярмарка достижения состоится уже следующим летом. У нас есть год на подготовку, и мы надеемся, что помимо того, почему я не сказала сумму, какие будут гранты, потому что мы надеемся, что к тому времени эта сумма увеличится. И мы плюс хотим пригласить, может быть, частные структуры, бизнес-структуры именно на эту ярмарку достижения. Может, они в процессе, когда увидят именно защиту, увидят, там, не знаю, бизнес-идею, либо социальную идею, и как раз в таких процессе они скажут, что, знаете, я вот готов поддержать. Может быть, они не готовы, допустим, выделить средства, но они готовы, допустим, ресурсно поддержать, да, там, выделить помещение, оборудование, да, рекламу сделать, там, разноточный материал, или там транспорт, проживание. То есть это же тоже не ограничивается. Даша, такой вопрос. Что бы ты сказала потенциальным участникам, скажем так, чтобы замотивировать людей поучаствовать в вашем проекте? Вы знаете, в первую очередь, наверное, я бы ребятам сказала, что у нас сейчас в нашей стране очень много возможностей самореализации. Социальные проекты и общественная деятельность – это не только возможность сделать что-то лучше для региона, это возможность, во-первых, саморазвития, это возможность личного роста, становления, развития профессиональных компетенций. Может быть, вы благодаря именно такой деятельности сделаете себе имя, имя своей идеи, да, то есть это открывается очень много возможностей, и упускать это, ну, это, наверное, глупо. А я уверена, в Карачаево-Черкесской Республике очень много грамотных, умных ребят, которые не захотят упустить такую возможность. Что ж, дерзаете, да, так сказать? Да, до новых встреч, да. Что ж, Даша, спасибо большое, удачи вам и вашему проекту. Спасибо большое. Я напоминаю нашим телезрителям, что гостем сегодняшнего выпуска была руководитель образовательной программы и автор проекта «Молодежные идеи развития Карачаева-Черкесской Республики» Дарья Зинковская. Один успешный человек как-то сказал – успех не окончателен, ни удачи не фатальны. Значение имеет лишь мужество продолжать. С вами была программа «Свое дело». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok